Итак, всем привет! С вами Хвастович Александр. Сегодня у нас QA с нуля, шестой урок. Значит, для начала, в принципе, небольшое объявление. Уже начался курс мануального QA-тестирования, он на английском языке. Начался он 14 декабря. Сегодня будет урок, буквально через три часа. Значит, курс, первые три занятия бесплатно. А дальше, если вам понравилось, вы можете остаться. Есть разные способы оплаты. Можно взять первоначальный взнос 500 долларов, а потом вы платите после трудоустройства 10%. И можно также договориться, вообще никакого взноса, но после трудоустройства процентная ставка выше. В общем, кому как больше подходит. Но в любом случае, зачекайте, в описании будет ссылка на курс. Я рекомендую взять хотя бы три дня, просто послушать про QA, и понять, что это такое. Если вам понравится курс, остаться, естественно, его пройти и найти работу в мануальном QA-тестировании. Так, значит, и для тех, кто воспользуется моей ссылкой для этого курса, будет скидка. Я также являюсь преподавателем на этом курсе. Вот, а сегодня мы поговорим про использование консолей и немного о нетворкинге. Вообще совсем чуть-чуть. Итак, почему у нас разные консоли? Почему нам надо ими уметь пользоваться? Фактически, такая сложилась ситуация, что есть две основные такие системы, которые захватили весь мир. Это Unix, который потом расщепился во много разных систем. И это Windows, который вырос там из MS-DOS. И фактически есть две консоли. Одна, которая базируется своими командами на системе MS-DOS, а вторая консоль, которая базируется своими командами на системе Unix. Достаточно популярная система Ubuntu и достаточно популярная система OS-Mac Ось. Они обе берут свое начало давным-давно в Unix-Кернел. И у них очень похожие команды. Поэтому, в принципе, достаточно изучить базовые команды для Windows и для Ubuntu, и вы будете уже более-менее разбираться в этих командах. Почему они нужны? Ну, потому что если у вас нет графического интерфейса, и вам надо как-то конфигурировать систему, настраивать, общаться, ползать по разным папкам, грубо говоря, это все делается через командную строку. Итак, начнем мы, наверное, с Windows-консолей. Если мы сейчас откроем у нас здесь вот Windows, значит, первая команда, которая достаточно часто используется, вы можете открыть у себя Windows-консоль. На компьютере она открывается через команду CMD. Если вы нажмете внизу CMD, здесь наберете, появится команд Prom. Некоторые команды надо запускать через администратора, но, в принципе, сейчас это можно просто запускать через обычного пользователя. Ну, текущего. Значит, IP-конфиг. Эта команда покажет ваш IP-адрес, фактически адрес вашей машины в сети вашего компьютера. Об этом немного попозже, более подробно. Но это достаточно часто используемая команда. То есть ее надо знать. Netstat, значит, покажет всех активных TCP-подключений. У нас ничего нету, потому что это виртуальная машина и никаких активных подключений у нас нет. Но, в принципе, она тоже может быть использована. Команда Ping. Значит, команда Ping мы проверяем, можем ли мы достучаться до другой системы. В нашем случае у нас есть вот наш IP-адрес собственный. То есть, естественно, мы можем сами до себя достучаться. Видите, мы отправляем Ping. Приходит ответ. Чтобы бесконечно долго отправлять Ping, можно поставить вот такую опцию «-T». И при помощи этого, пока вы не отмениете Ping, вы будете их отправлять. Значит, у нас есть еще один компьютер в этой сети. У нас есть система Ubuntu. Она на точке 2 находится. То есть, вы видите, у нас, когда мы смотрели IP-адреса, точки 2 адреса не было. Но если мы отправим Ping, то мы будем спокойно Pingовать. То есть, эта виртуальная машина может спокойно достучаться до Ubuntu, другой виртуальной машины. Если мы попробуем пропинговать, адрес которого нет, то он нам будет возвращать, в принципе, вот. Не можем достучаться до хаста. Ну, то есть, фактически, такой в сети машины у нас нет. Нет такого компьютера в сети. Следующая команда достаточно часто используемая. Это CD. Если вы наберете просто CD, то она вам покажет текущий путь. В Windows это не особо актуально. Ну, вот он просто вам вернуло то же самое, где вы находились. Мы на диске C, в папке юзеры, в папке Alex. Есть разные способы взаимодействия с командой CD. Значит, если мы пропишем CD и какой-то путь. Ну, для начала мы введем команду dir. Dir команда покажет вам все папки, которые есть. Все, вот, в текущей папке, допустим, у нас можно перейти в desktop. Если мы сделаем CD desktop, то мы попадем непосредственно на desktop. Если мы сейчас еще раз наберем dir, то мы увидим вот у нас папка vendor, например. Вот она здесь подсветилась. Если набрать CD и наклонную палку, то вы вернетесь в корень. Непосредственно корнем у нас здесь будет диск C. Если в две точки, то вы поднимитесь на одну директорию вверх. Ну, фактически назад. То есть, вот мы вернулись в Alex. Потом еще две точки, мы вернулись в C users. И если мы сейчас еще раз наберем, то мы вернемся в корень. Вот это уже непосредственно диск C. Если прописать весь путь, например, как можно делать, можно брать папку, открывать, нажимать клавишу control и кликать на нее. Вы скопировали, вот, выделился путь, нажали control C. Путь скопировался. Заходим и вставляем правый кликом правой мышки. Вы можете перейти по этому пути непосредственно вот в папку вендоры. Здесь набираем dir. Тут у нас показывает, что в этой папке. А есть еще такая команда, как system.info. Она отображает информацию о системе. Здесь, в принципе, ну, как бы с виртуальной машины вы ничего особо не увидите. Но если вот у вас дома есть компьютер, Windows откройте, пропишите, и там вам даст всякие характеристики вашего компьютера. Это команда. Дальше. То есть мы посмотрели, что такое CD-путь. Посмотрели dir. Вот непосредственно вернуться в корень. Следующая команда нам надо... Если вы нажимаете клавишу вверх на клавиатуре, то вы можете пролистывать команды, которые были ранее заданы. Давайте вернемся на desktop. То есть, ну, фактически вот тут находится наша консоль на desktop, на рабочем столе. Если вы введете команду echo, то она создаст, ну, и какой-то текст, например, там, hyol, да, всем привет. А потом имя файла, filename. То есть она возьмет вот это hyol и поместит, и создаст вам файл. New file, допустим, txt. И если мы еще раз наберем команду dir, мы видим, что у нас появился new file txt. И вот мы его только что создали при помощи командной строки. И вот он у нас на рабочем столе. Если мы посмотрим properties, вот он только что-то был сделан. Так. Если вы хотите посмотреть содержание файла текста, то вы можете набрать more и потом сам файл. Вот вам наш hyol, который мы туда вписали. И команда delete, del, если мы введем. Через табуляцию вы можете начинать писать команду, нажать tab, и он авто заполнит, если на такую букву что-то есть. Вот я начал писать new, нажал tab, он мне вывел new file. Смотрите, вот он находится на рабочем столе. Сейчас я нажму enter, вот, и файл исчезнет. Все, файл был удален. Значит, это основные команды windows. Я вам рекомендую нагуглить windows commands cheat sheet. Это поможет вам найти какие-то другие команды, может быть, связанные непосредственно с вашей сферой деятельности, которые будут больше. А если там это будет с конфигурацией сети, может быть, какая-то манипуляция, я не знаю, непосредственно с вашим оборудованием. Вот. Ну, это основа. Теперь идем в Linux систему. Мы будем использовать Ubuntu. Значит, тоже достаточно распространенная система. Она бесплатная, ее можно поставить. Она часто используется. И, как вы увидите, в Ubuntu команды, ну, многие, они отличаются. Просто их надо будет запомнить и знать, что в Windows все такие, в Ubuntu другие. Команды, которые мы сейчас будем использовать в Ubuntu, то они, в принципе, все подходят и на MacBook. Если у вас есть MacBook, вы можете зайти, открыть терминал. Так, набираем в Ubuntu терминал. Это тоже самое командная строка. И первое отличие. В Windows у нас был IP-конфиг. Нам надо было посмотреть адрес нашего компьютера. А здесь у нас if-конфиг. Вот наш 1.2. Это наш Ethernet, наш порт, как он называется в системе, куда мы втыкаем фактически кабель. Значит, вот его адрес. По этому адресу можно достучаться до этой машины. Netstat нам покажет список всех активных подключений. Значит, дальше команда ping. То же самое, как она использовалась в Windows. Мы можем отсюда пропинговать обратно наш Windows. Можем ли мы? Сейчас посмотрим, что случилось. Что у нас здесь с IP-адресом? Может быть, я забыл. 1.1. Давайте отключим его и включим интерфейс. Видимо, он подключил. Забавно, что я могу пропинговать его с Windows. Но не могу отправить пинг на Windows с Linux. Ну, в принципе, это не суть, так важно. Но вы здесь можете видеть, что мы попытались достучаться до этой машины. Я понятия не имею, почему. Видимо, что-то с настройкой виртуальной машины непосредственно. Может быть, она принимает, но не отдает пакеты. Наверное, как-то так. Но мы видим, что было 26 пингов отправлено. 0 получено. Все 100 были потеряны. А если мы пропингуем свой собственный адрес, мы, естественно, сможем до него достучаться. Так, смотрим у нас. Вот она наша. Вот наш адрес. И в конфиг, значит, показывает нам адрес в Linux. Пинга. Мы посмотрели. Для того, чтобы посмотреть текущую директорию, если в Windows она постоянно написана, то в Linux надо прописать команду pwd. Когда мы вводим команду pwd, мы видим, что мы находимся сейчас вот по этому адресу. То есть из корня мы идем в папку home и потом уже идем в папку Alex Hvostovich. Информацию о системе, что-то типа как system.info в Windows мы можем получить, прописав uname.a. Она нам расскажет здесь информацию о том, какой у нас в системе. Если мы хотим посмотреть список файлов, которые находятся вот в этой директории, где сейчас открыта консоль, где мы есть в консоли, нажимаем ls. В принципе, достаточно похоже. Через команду cd мы можем отправиться на desktop. Это как в Windows. То есть вот сейчас мы на desktop. Если мы сделаем сейчас ls, то видим, что на desktop файлов нет. И в принципе, если мы консоль уберем, ну вот только трэш есть. Но это не файл. Не файлов, не папок. Значит, это cd. Ну вот это из Windows команда попала сюда. Но в принципе то же самое. cd и мы можем указать путь. И переместимся точно так же, как в Windows, так и в Linux. Следующая команда у нас touch. При помощи touch можно создать файл. Допустим, мы создадим файл test.txt. Если мы сейчас сделаем ls, то мы увидим, вот он у нас появился. И если мы посмотрим, вот он на рабочем столе. Для того, чтобы посмотреть содержимое файла, пишем команду cut. Но он у нас пустой. Значит, в Linux часто используются текстовые редакторы. Я не уверен, стоит ли у меня здесь текстовый редактор. Но давайте попробуем. Не стоит, а VI стоит. По дефолту. VI стоит. Нажимаем, допустим, A. Так, вставить, да. Значит, нажимаем escape. Потом нажимаем A. Мы отменили то, что мы писали. Нажимаем A. Сейчас напишем заново. Потом мы ввели вот этот текст. Дальше нажимаем опять escape. И есть шорткат, чтобы сохранить файл. Это shift-z-z. Все, теперь если мы посмотрим в файл, у нас добавился текст тест, который мы написали, и куча пустых пробелов, которые были созданы мной случайно. Ну, по сути, как бы, по вам примерно понятно, да, что файл можно редактировать, файл можно обновлять. Вот, и если в Windows команда del, то в Linux команда rm. Это как remove. Я ее не написал, но давайте попробуем, что будет. Все, сделали rm. Файла нет. Он был удален. И на рабочем столе его тоже нет. Так. Следующая команда, которая часто будет использоваться, это... ps, aux. Ну, как бы, это, по сути, команда и спецификация команды. Есть разные опции. Их можно посмотреть через помощь. Так. Но, допустим, когда мы делаем aux, то он показывает нам все процессы. фактически, это, если вы когда-нибудь в Windows открывали список задач, текущих процессов, да, и у вас есть такая штука, как... Ну, вот, фактически, это все apps, которые рануются, но есть еще там детали. Вот это, наверное, больше похоже. То есть, тут тоже есть название процесса, каким пользователям запущено и так далее. Что-то похожее на Task Manager в Windows, где есть название процесса, каким пользователям запущено. И команда, которая часто используется вместе с показанием процессов, это команда для поиска. Если вы добавляете... Если бы вы добавляете вот эту вот стоячую палку, она у вас находится прямо над клавишей Enter, я не знаю, как по-русски она будет, и пишите Grab, Grab вам схватит, ну, фактически, какое-то значение, которое вы хотите найти из всего вот этого, из этой всей команды. Вот команда отобразит все процессы, а здесь мы захватываем какое-то определенное значение. И теперь нам надо просто написать какое-то слово, которое мы хотим захватить. Это можно использовать не только с процессами, это можно в поиске документов, с файлами и так далее. Вот мы хотим захватить New, и вот из всех процессов в одном процессе, было слово New, где использовалась какая-то, не знаю, цветовая схема. Вот. В команды Ubuntu, в принципе, это, ну, как бы основные, наверное, но также гуглите дальше Ubuntu терминал commands cheat sheet, в принципе, и Windows command cheat sheet. То есть там тоже будет куча команд. В Ubuntu, естественно, будет намного больше, потому что очень многие Linux системы вообще, в принципе, не пользуются графической оболочкой, там, если это серверы, и все делается через вот командную строку. Так, ну, это просто основы, ребят, которые, ну, как бы хорошо бы знать. Дальше давайте немного поговорим о нетворкинге, о сети. Ну, по сути, что такое интернет? Интернет – это куча компьютеров, девайсов, которые общаются между собой при помощи различных протоколов и связываются адресами, там, IPv4 и IPv6. Есть, ну, как бы большое количество всяких специальных протоколов, которые там занимаются какими-то определенными вещами, но два основных – это TCP и UDP. Протокол TCP – это Transmission Control Protocol. Он фактически, если приводить аналогию с реальным миром, это представьте, что вы отправили письмо и на письме вы указали обратный адрес. Если письмо как-то доходит не туда или где-то теряется в пути, вам его возвращают, и вы его снова отправляете, да? А UDP – это когда письмо вы отправляете без обратного адреса, вы просто шлете кучу писем по какому-то адресату, и вам, в принципе, не важно, доходят они или не доходят. То есть, фактически, основная задача TCP – это отправить пакет и убедиться, что пакет был доставлен успешно. Если пакет не был доставлен, то отправить его снова. Есть определенные, скажем так, overhead, он так называется, но эти пакеты, они весят больше, в них можно меньше даты передать, потому что кроме непосредственно самой информации, в них еще передается, и вот вся эта информация о том, кому доставлено, кому вернуть и так далее. Ну, в общем, это называется overhead. В UDP такого нет, есть только адресат, и, естественно, самой информации непосредственно можно поместить больше. На TCP, вот, можем взять, например, HTTP, можем взять Primal-Email, File Transfer Protocol, FTP, Secure Shell, SSH, это все, они все основаны на TCP. UDP – это DNS, это Streaming Media Application, ну, например, там вы смотрите фильмы на Netflixе, я думаю, что Netflix использует ID, просто он отправляет кучу пакетов, и если там потерялись какие-то пакеты, они дошли, не так важно, это в целом не скажется на качестве картинки, потому что их там реально очень много отправляется. Онлайн мультиплеерные игры и так далее. Ну, и вот мы видим, в принципе, да, картинку нашего, нашей сети. Есть интернет, есть какие-то сервера, интернет – это фактически коллекция, как я уже сказал, разных устройств, которые общаются друг с другом, серверов, провайдеров и так далее. Вот у нас ваш модем, роутер, и от него уже непосредственно вы подключаетесь к интернету, это может через мобильный устройств, через компьютеры, через ваш принтер. у них у всех есть IP-адрес. Значит, вам надо будет еще погуглить, я все ссылочки оставлю в описании, можно даже не гуглить, но если хотите, погуглите «The seven layers of OSI», то есть фактически, как происходит движение даты. дата начинается с самого высокого уровня, с уровня приложения, то есть там с веб-странички, через сессии, через транспортный уровень, через уровень сети, через уровень даты, через физический уровень, то есть через вашу там сетевую карту, я не знаю, hard drive, и потом она также возвращается кому-то на экран через вот эти все уровни компьютерной модели, движение даты OSI. Вам это надо будет посмотреть. Сейчас мы с вами вот о чем поговорим. Значит, я сделал отдельный файлик. Есть два протокола общения IPv4 и IPv6. IPv4 он уходит, он устаревает, потому что на всех и IPv6 не хватает и уже сейчас достаточно популярен IPv6, но там тематика намного сложнее. Я думаю, если мы сейчас поговорим с вами о IPv4, в принципе, будет немного понятно о том, что это такое вообще и там уже нагуглиться и все остальное. Для начала, если вы будете какие-то внутренние сети конфигурировать в себя, чтобы дату передавать на работе с одного и с другого, скорее всего IPv4 вам хватит. То есть, что такое IP? Это IP-адрес, это интернет-протокол, в котором есть 32 номера, которые определяют, 32 цифры, которые определяют адрес в сети какого-либо устройства. Когда мы говорим об IP-адресах, мы часто видим вот такую штуку. если мы сейчас посмотрим вот сюда, пропишем и в конфиг, а вот этот вот IP-адрес, он отображен в десятичных цифрах, значениях, в десятичной системе, от 1 до 10, как привык человек. Но фактически у нас здесь находится 32 бита и вот эти вот три цифры это десятичный перевод 8 битов. То есть, здесь 8 битов, здесь 8 битов, здесь 8 битов и здесь 8 битов. Итого 32 бита. Так выглядит IP-адрес в десятичной системе, так он выглядит в бинарной системе. Вот это у нас как в мемах про Бендера, да, то есть, здесь какое-то послание. Вот эти три цифры от точки к точке называются октет. Почему октет? Потому что здесь у нас 8 битов. И вы можете запомнить это как, например, через слово октет, как октопус, что переводится по-русски осьминог, осьминога 8 ног, ну, короче, восьминог. В этом кусочке IP-адреса и в этом кусочке и в этом и в этом у нас 8 битов. В бите может быть значение, ну, как бы в бинарном коде либо единица, либо ноль. Если мы посмотрим на этот IP-адрес, да, вот у нас, допустим, почему 204 у нас получилось? Вот этот же IP-адрес в бинарном коде. Мы смотрим 1 1 0 0 1 1 0 0 и мы начинаем брать. Вот 8 бит у нас последний 1. Каждый порядковый бит преобразуется в определенное число в десятичной системе. Последний бит это 128, если там есть 1, если 0, то ничего. Берем 128. Дальше у нас снова единица 7 бит. 7 бит если есть единица преобразуется в десятичный 64. Берем 64. Значит 6 бит 0 ничего. 5 бит 0 ничего. 4 бит единица это 8 и 3 бит это 4. То есть 8 и 4. Все. Дальше у нас тут 132. Вот здесь в этом октете у нас получается бинарная выглядит IP-адрес часть IP-адреса вот так. А если смотреть в десятичной системе получается 204. Ну вот фактически мы потом это 204 видим. Оно нам отображается. Дело в том, что компьютер не понимает вот такие системы исчисления. Он понимает только бинарный код. Дальше у нас тут 132. Вот вы можете посмотреть остальное и если вы хотите вы можете разобрать сами какие цифры сложились чтобы получился остаток IP-адреса. Значит у IP-адреса есть непосредственно адрес и есть маска. Значит в чем суть вот этой маски. ну в IP-адресе вообще вот в актете помещается максимум если все эти цифры вот сложить если везде единица 255 десятичное число. Если у вас в маске 255 в первых актетах в каких-то актетах ну вот первые три то это не адрес не относится к адресу вашего девайса компьютера это относится к адресу вашей сети. Например под сетью можно подразумевать например дом ваш дом да в вашем доме у всех будет вот такая маска и в нее может быть до 255 компов ну 254 значит вот это последнее число отвечает за адрес вашего компьютера как у нас было здесь единица да вот она а здесь у нас была двойка и смотрите если мы сейчас начнем пинговать двойку отправлять вот мы с ней можем разговаривать я возьму поменяю нет маску да тот же через и в конфиг мы сделаем и нп что там 0 с 3 192 168 оставляю тот же айпишник тот же адрес но меняю над маску на 255 255 00 теперь тут надо еще наверно будет суда написать суда это команда которая позволяет вам вводить системные какие-то настройки изменения не будучи администратором вам просто надо знать пароль администраторский такая у меня он где-то у меня тут был секунду так значит мы меняем айпи адрес и если мы смотрим и в конфиг вот он у нас айпи адрес точнее остался тот же поменялся над маска то есть мы переехали из дома один в дом 2 как только я поменял айпи адрес у нас отвалился так почему-то задерживаешься у нас отвалился пинг все мы больше не можем достучаться до этого устройства хоть айпишник и тот же но он в другой подсети находится теперь и разговаривать мы с ним больше не можем для того чтобы мы смогли с ним снова разговаривать надо его вернуть в отеческий дом дать ему номер подсети вернуть его в тот же подсеть сейчас мы его на всякий случай выключим включим чтобы он точно проснулся и вот пожалуйста все мы снова с ним заговорили сейчас немного об этом подробнее чтобы было понятнее значит почему так получилось почему столько разных подсетей сложилось изначально когда интернет был не развит не надо было столько фактически домов провайдеров сети можно было всего иметь 126 сетей это позволяло маска самая первая которая появилась она называлась класс А где у вас 255 первые три цифры IP адреса фактически отвечали за сеть а все остальные октеты второй третий четвертый и они обозначались в маске нулями они отвечали за количество девайсов в сети ну фактически в этой сети можно было иметь 126 разных домов которые будут только внутри друг с другом общаться и в каждом и могло быть общее количество больше чем 16 миллионов девайсов чем больше становилось сетей тем скажем так не так много надо было девайсов но появилась потребность в увеличении количества сетей появилась класс Б который уже мог поддерживать 16 тысяч и видим что и первый и второй октет в маске теперь стал 255 то есть он отвечал за он показывал то что в IP адресе в самом первый и второй октет отвечает за адрес сети а это уже отвечает за адрес девайса или компьютера в этой сети и в такой сети можно было иметь 65 тысяч разных девайсов и потом вот самое недавнее которое самое популярное и даже у вас скорее всего используется на вашем компьютере или в офисе это маска класса С где первые три акты отвечают непосредственно за адрес сети вот это 112 168 1 это адрес сети а вот это последнее октет отвечает за количество за адрес пользователя в сети то есть их может быть 254 девайса грубо говоря и мы это то что мы видели здесь то есть у нас класс С у нас вот это вот сеть а вот адрес это второй компьютер в сети а это а это первый вот он да значит вот ну я надеюсь стало чуть-чуть понятнее по сетям по различным айпи адресам так непосредственно почему у нас разные командные строки есть разобрались с вами разные команды виндуса разные команды линукса непосредственно немного о сети значит вам почитать вот seven layers of osi и есть очень крутой очень крутой канал который вообще прям мега классно рассказывает про сети и там и про айпи версии 4 и пи версии 6 очень круто рассказано это андрей сазыкин я оставлю ссылку в описании на его видео где вы можете посмотреть там более подробно рассказано оставлю ссылку описание на сетевую модель чтобы почитать ну и непосредственно будет ссылочка на bootcamp который кстати вот сегодня уже будет через два с половиной часа начнется второе занятие но бесплатное не переживайте что первое пропустили есть запись вы можете посмотреть в открытом доступе первое второе третье бесплатно дальше как вам понравится хотите ли вы учиться в bootcamp или нет я там буду вести пару уроков все значит пишите что понравилось что не понравилось что было понятно что было непонятно мне нужен ваш фидбэк чтобы знать насколько я объясняю на самом деле тема очень сложная в ней очень можно сильно погружаться но я вот так поверхностно вам объяснил попытался чтобы было хотя бы понятно ну как бы с чем вы имеете дело или вы будете иметь дело все с вами был Хвастович Александр это в QA с нуля всем спасибо и пока пока